Самый длинный день в году. Что это? Уравниловка или равнение на запад? Вагончик тронется, перрон останется. ЛРТ, неужели когда-нибудь прокатимся? Соглашение с Катаром, Кореей и Британией. Сколько можно заработать, если легально трудишься на английских плантациях? О вкусах министра не спорят? А вы можете себе позволить сумочку за 250 тысяч? Здравствуйте, уважаемые друзья! Это проект Прямо Покунаева и Ятимир Галиахат. В самом начале программы хочу попросить вас об одолжении. Давайте соберем 500 лайков и нас станут смотреть еще больше на просторах интернета. Итак, начнем. Буквально сегодня стала известна дата суда над экс-министром национальной экономики Куандиком Бешимбаевым. Первое заседание состоится в понедельник 11 марта. Информация об этом появилась в судебном кабинете. Замечу, в начале недели сообщалось, что дело Бешимбаева направлено в суд. Судьей назначена Айжан Кульбаева. Напомню, мы очень внимательно следим за этим громким делом и обязательно будем держать вас в курсе событий. Вот и закончились самые длинные сутки в нашей истории, в которых было аж 25 часов. В первый день весны мы зажили по-новому. По-новому времяисчислению. Я надеюсь, вы все перевели стрелки часов вовремя. Никто никуда не опоздал и все сложилось удачно. Замечу, что далеко не у всех на гаджетах и телефонах обновилось время, а ведь обещали. Мне, например, пришлось перезагрузить свой мобильник. Ну да ладно, я не буду тратить на эту тему много времени, так как об этом уже все все сказали и показали во всех подробностях. Кстати, наш канал также неоднократно затрагивал этот вопрос. Буквально на днях у нас вышел очень интересный и подробный специальный выпуск, посвященный этой теме. Вот ссылка, кстати, на него. Ну а я лишь отмечу вот что. Все аргументы, приведенные чиновниками в пользу перевода стрелок, лично меня, не очень убедили. Я так и не понял, для чего это нужно было вообще. Да, нам много говорили о том, что в этом есть поезда в плане экономики, медицины и так далее. Но согласитесь, у нас большая страна и всем жить в одном часовом поясе, наверное, не совсем удобно. Но наши чиновники, как всегда, пошли своим путем. А именно просто поставили нас перед фактом, что с сегодняшнего дня мы живем по-новому. Поэтому я считаю, что в этом есть некая политическая подоплека. Мы тем самым стали ближе к западу. Нет, не к западному Казахстану, с которым и так сравнялись по часам, а к западной Европе. Эх, вот если бы мы еще и зажили, так же, как в Европе, то я был бы обеими руками за любые переводы времени. А так, ну, не знаю. Скажите, какое слово из трех букв вы знаете, что набило оскомину всем столичным жителям? Нет, это не матерное слово, а вполне приличное и даже очень дорогостоящее. Ладно, не буду вас мучить и скажу, что это ЛРТ, легкорельсовый транспорт. Замечу, сага с этой идеей фикс длится уже 13 лет. Задумали ее еще в далеком 2011 году. Но до сих пор вагончики так и не тронулись, а перроны так и не построились. За это время с проектом, а точнее вокруг него, чего только не было. Уход инвесторов, первоначальный консорциум китайских подрядчиков распался. Заморозка стройки, деньги, выделенные на проект, зависли в лопнувшем банке. Скандалы и аресты чиновников. Были осуждены семь должностных лиц, отвечавших за стройку. Еще двое в бегах. Затем мучительный поиск новых денег, инвесторов и подрядчиков для завершения строительства и так далее и тому подобное. Говорили о нецелесообразности проекта и его дороговизне. Этот вопрос поднимал даже президент. В общем, стройка, которая должна была окончиться за несколько лет, а точнее к открытию международной выставки Экспо-2017, все еще продолжается. И вот на днях Аким Астаны заявил, что строительство ЛРТ идет полным ходом и по плану в этом году завершат эстакаду, а в следующем появятся рельсы. Кроме того, уже закупают вагоны. ЛРТ строится. В прошлом году вы спрашивали вопрос, когда начнется строительство, возобновится. Вы сейчас видите, что активно стройка идет. Строительство идет за счет республиканского бюджета. Общий заем вы знаете купонный, да? Брали заем под 3,75. Это сегодня очень хороший процент. Размер купона будет примерно в районе от миллиарда до миллиард триста, миллиард четыреста тенге. Он ежегодный, тоже не меняется. Вы это прекрасно знаете тоже. Теперь в этом году мы планируем, что полностью эстакадная часть будет завершена. То есть бетонная работа, эстакада вся будет поднята. Следующий год уйдет на завершение работ по верхнему строению, то есть рельсы. Плюс в этом году часть станции тоже будет фактически завершена. Планируем, что в этот период, вот этот год эстакадной работы, следующий год верхнее строение. Плюс сегодня уже работа идет по заказу поездов и оборудования. Кроме того, столичный градоначальник отметил, что общая стоимость договора по ЛРТ составляла 800 миллиардов тенге. Из них освоены 300 миллиардов. Работа будет продолжена в два этапа. На это потратят оставшуюся часть суммы. А вот тут я замечу, какая-то нестыковочка выходит с цифрами. Господин Косымбек говорит, что стоимость договора составляла 800 миллиардов. Напомню, это первоначальная стоимость проекта. В долларах ее оценивали в 1,8 миллиардов. Согласно этой смете, система ЛРТ изначально включала в себя 18 станций, 19 единиц подвижного состава и депо в районе международного аэропорта. Но ведь затем, летом 2019 года, маршрут сократили до 11 станций. Это позволило сэкономить 350 миллионов долларов, снизив стоимость до полутора миллиардов. Но теперь Акимстолицы вновь говорит о той стоимости, что была первоначально. Получается, стройка вновь подорожала? Где тут правда? Ну да ладно, оставим эти скрупулезные почеты финансовым органам и экономистам. Я же вот о чем. Не секрет, что в народе к этому долгострою неоднозначные отношения. Да и как иначе, если серые опоры ЛРТ буквально годами портят своим видом столичные проспекты, мешая не только автомобилистам, но и кое-где и пешеходам. Эти столбы давно уже прозвали памятником коррупции, и большинство горожан были уверены в том, что их надо снести. Кстати, мы провели блиц-опрос среди столичных жителей с целью выяснить, как они относятся к этому самому ЛРТ. Вам, кажется, не нужно? Почему? Мы пока еще до этого не дошли. Положительно. Положительно? Почему? Почему? Потому что надо строить, достраивать до конца, раз начали. Вообще он нужен. Город растет. Он обязательно нужен. Мы не можем жить одним днем. Мы должны смотреть на будущее, на то, что у нас город развивается, увеличивается. И во всех мировых центрах имеются такие. Но вот единственное, я думаю, что было бы правильно маршрут, его расширить до пригородов, расширить к Коши, для того, чтобы это давало возможность людям не снимать здесь три дорогие квартиры, жить в этих населенных пунктах при столичных, и нам в быстром виде транспорта иметь возможность добираться, работать и уезжать. Я думаю, вот в будущем надо это продумать. Думаю, нет. Лучше бы метро было. По-моему, нет. Отмечу, среди тех, кто яростно критиковал ЛРТ, со страниц социальных сетей были общественники и урбанисты. Но вот что интересно, во время подготовки к сегодняшней программе мы никак не могли найти тех экспертов и урбанистов, что еще недавно выражали недовольство этой стройкой. Стоило нам позвонить им, как они тут же бросали трубку или ссылались на срочные дела. Повторюсь, ни один из бывших критиков не захотел говорить что-либо против ЛРТ. С чего вдруг такая резкая смена тона? Или Акимат нашел правильный подход к своим критикам? Остается только догадываться. Ну а мы все же взяли комментарий у эксперта, правда у того, что совсем не против этой стройки. По поводу строительства ЛРТ, я считаю, что город просто обязан развивать скоростной общественный транспорт. И раз есть такая возможность у Астаны, в связи с тем, что сегодня очень плотный трафик на левом берегу, и город спланирован таким образом, что у нас, по сути, четыре улицы обслуживают весь левый берег. Там Бокихана, можно сказать, пятая улица, которая сейчас пробьется и будет. Пять улиц, которые обслуживают левый берег. И если говорить о том, что город развивается в сторону аэропорта, то это место будет всегда популярным. Мы видим, что от ботанического сада развивается активная застройка достаточно плотная. Дом министерства у нас является одним из самых посещаемых мест в течение дня. То есть очень много рабочих мест в той территории находится. И с этим связан ежедневный майкинг по иммиграции. Пробки будут только увеличиваться. Автомобильный транспорт будет только прибывать. И для того, чтобы существенно снизить нагрузку с улично-дорожной сети, нам необходим скоростной транспорт. Что ж, учитывая, что Астана растет очень активно, по словам Акима, ежегодно сюда переезжает 50-60 тысяч человек, то скоростной транспорт, конечно же, необходим. Его надо было выводить еще вчера, а не тратить на него десятилетия, огромные ресурсы и кучу нервов. Очень хочется надеяться, что стройка века наконец-таки когда-нибудь закончится. И вагончики все-таки тронутся по многострадальным, скандальным и дорогущим рельсам нашей столицы. Миграция населения. Эти слова стали уже притчей во языцах. Сейчас все время кто-то куда-то едет и переезжает. В гости, на ПМЖ или на заработки. И ладно бы в соседний город или регион. Но ведь в последнее время наши граждане все чаще выбирают за границу. И именно ради заработка. Особенно молодежь. С чего вдруг я затронул эту тему? На днях в правительство двух стран, Казахстана и Катара, подписали соглашение о регулировании трудоустройства казахстанских работников. Соглашение направлено на защиту трудовых и социальных прав казахстанцев, работающих или планирующих работать в Катаре. А еще раньше, буквально месяц назад, такие же соглашения были подписаны с властями Великобритании и Кореи. Замечу, в этих странах работает огромное количество наших граждан. К примеру, две недели назад министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова заявляла, что на корейском полуострове трудится 22 тысячи казахстанцев. Ну а в последнее время популярным стало и другое направление – берега Туманного Альбена. И если в Корее наши ребята работают в основном на заводах и фабриках, то в Британию они едут собирать клубнику, яблоки и другие ягоды и фрукты. Кстати, интернет и социальные сети полны объявлений о работе за рубежом. Нам рекламируют прелести заграничной работы, обещают высокие доходы и нетяжелые условия. Мы решили позвонить в одно из таких агентств и выяснить, сколько это будет стоить и что нам предлагают. Здравствуйте, молодой человек. Я бы хотел узнать по поводу работы за рубежом. Меня интересует непосредственно Англия. Англия – сезонная работа, правильно? Да, да. Вы с какого города обращаетесь? Город Астана. А, Астана? Да, давайте я вас сюда проконсультирую. Смотрите, в Англию открывается рабочая виза на 6 месяцев. Там идет такая сезонная работа, как на полях, фермах и тому подобное. Безбор выражаем в основном. Сейчас как раз таки уже сезон начинается. По идее можно уже успеть ее открыть и создать. А сколько это все будет стоить мне? 500 тысяч у нас сезонная виза на 6 месяцев. Бахтиар, вот я 500 тысяч заплатил и я уезжаю там условно через месяц на полгода в Англию. Два месяца, через два месяца. Через два месяца. Как раз в начало сезона, да. В случае, если вдруг со мной там в Англии что-то случится на, скажем так, производстве. Это страховка, страховка входит. Страховка входит. А сколько я заработаю за это время там? В общем, не отправляли. Так, смотрите, средняя зарплата чистыми на руками выходит 900 в месяц. В месяц 900 тысяч тенге чистыми. В месяц 900 тысяч тенге чистыми, да. Казалось бы, все легко и просто. Плати, лети и зарабатывай. Что еще надо человеку для счастья? Но все ли так хорошо, как говорят в агентствах? Мы связались с одним из тех, кто уже побывал в Англии на заработках. И вот вашему вниманию, так сказать, информация из первых рук. Получается, я был в Южной Англии. Это 600 километров от Лондона. Мы собирали цукини. Это кабачки. Большая ферма. Там есть и брокколи, капуста, беловерди. Ну и разные капусты всех видов. Но мы в основном собирали кабачки. Труд очень тяжелый. Так как мы там мигранты. Даже можно сказать гастарбайтеры. И мы работали 10-12 часов в день. Целый день на поле. Дождь. Ну, там погода, жаркость. Дождь не имеет значения. Мы работали. Труд очень тяжелый. Потому что целый день на ногах. Плюс ты, ну, как бы разгибаешься, загибаешься. Поясница постоянно болит. Нога болит. Ну, это очень тяжелый труд был. Ну, зато платили. Да, нормально платили. Ну, за объем. За сколько мы выработали. Собрали объема, получается. За это нам платили. Замечу, а я не обращался ни в какие фирмы и агентства. Визу и билеты оформлял и покупал самостоятельно. И это вышло гораздо дешевле, чем у других. Что же касается заработка, то за 6 месяцев, проведенных на английской ферме, наш герой заработал более 5 миллионов тенге. Так что игра вполне стоит свеч. Особенно если ты молод, полон сил, жаждешь увидеть мир и заработать денег. Но насколько все это хорошо для нашей экономики? А раз молодежь уезжает на заработки в чужие страны, это значит не все ладно дома? Попросту говоря, они не находят здесь работы? Падающий уровень жизни, который уже 10 лет идет. Это, к сожалению, наша беда. Страна находится в состоянии, скажем, ну, может быть, мы прям не падаем, да? Но грубо, вот если вот так вот посмотреть, особенно если мы смотрим темпы экономического роста по отношению к инфляции, Казахстан уже 10-й год находится в состоянии стакфляции. То есть у нас достаточно высокая инфляция в стране при достаточно скромных темпах экономического роста. Инфляция стабильна из года в год, начиная с 13-го года, опережает темпы экономического роста. Ну, у нас инфляция 6-7%, а экономический рост 3-4-5%. Вот так. Поэтому в абсолютном выражении, да, там, в номинале мы, конечно, получаем и прирост ВВП, там, и все остальное. Да, конечно, это имеет место быть. И ростоплату в номинале тоже имеет место быть. Но по факту покупательская способность падает. Сама экономическая система упрощается. Это говорит о том, что, в общем-то, система эта деградирует. Конечно, для отдельной страны, наверное, это плохо, когда твои граждане уезжают на заработки в чужие страны и работают на чужую экономику. Но, с другой стороны, мы такие не одни. Это глобальный процесс. Каждый год миллионы трудовых мигрантов решаются уехать из своих стран в поисках лучшей доли. По последним данным, таковых на сегодня более 160 миллионов человек. И этот процесс касается практически всех стран мира. Из-за них уезжают, другие приезжают. Здесь нет ничего зазорного. Ведь международная миграция рабочей силы – это важная часть всемирных экономических отношений. Практика показывает, что миграция рабочей силы может быть выгодна как для стран, экспортирующих рабочую силу, так и для стран, ее принимающих. К примеру, для государства, откуда уезжают на заработки, типа нашей, экспорт рабочей силы является важным источником валюты. Она поступает в виде переводов всеми. Отъезд рабочей силы за границу означает сокращение безработицы в своей стране. Так что вопрос совсем неоднозначный. Это как палка о двух концах. Везде есть свои плюсы и минусы. Главное, чтобы в мире нашу страну не воспринимали как источник дешевой рабочей силы. А то неудобно получается. В богатой ресурсами стране такой малооплачиваемый труд. Не солидно, как-то даже обидно. Ну и напоследок немного позитива. Оказывается, в нашей стране не все так плохо с доходами. К примеру, среднестатистическая девушка в нашей стране может позволить себе купить брендовую сумочку за 250 тысяч тенге, а платье за 900 тысяч. Это я привожу слова министра здравоохранения Акмарал Альназаровой. Любите брендовые сумки, брендовые одежды, в частности, платье от Dolce & Gabbana. Скажите, пожалуйста, сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать брендовую одежду и платье от Dolce & Gabbana стоимостью полтора-два миллиона. Я ему скажу, что это тоже поклонник в целом, и у меня нет такого большого гардероба. Та штука, которая была там на фотографии, это штука, в принципе, которой сегодня среднестатистическая девушка может себе позволить. Она стоит там 250 тысяч тенге. Ну что тут могу сказать? Можно я не буду комментировать такие высказывания, а лучше спрошу у вас. Дорогие зрители, согласны ли вы с тем, что обычная казахстанка может позволить себе сумочку за 250 тысяч тенге? Пишите свои мнения, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. С вами был Тимир Галиахат и проект Прямо Покунаева. Всего вам доброго!